Пожарная безопасность превыше всего. В Кировоградской области служба по чрезвычайным ситуациям обращается в суды с требованием закрыть школы и детские сады, в которых систематически нарушают противопожарные нормы. Таких исков подано уже два десятка. Почему чиновники закрывают глаза на эти нарушения и опечатают ли учебные заведения? Подробности в нашем сюжете. Закрыть и опечатать из-за грубейших нарушений противопожарных норм. С таким требованием в Кировоградский окружной суд обратились местные спасатели. Заявления касаются двух школ и детского сада. Звертаемость до суду уже в случаях, когда на объектах большая количество невыконанных заходов и не выполняется протягом древнего периода. Такие порушения могут привести к выникновению пожежи, перешкоджению эвакуации людей, а также могут привести даже к загибели. Нет противопожарной сигнализации, не хватает десятка огнетушителей и неработающих гидрантов. Такая ситуация в четвертой школе Кропивницкого. Директор оправдывается. В таком состоянии школу приняла от предыдущего руководителя. Работает здесь лишь сентября. А в школе номер 18 современный ремонт, но проблемы все те же. Кроме отсутствия противопожарной сигнализации, рабочие пользовались запрещенными электроприборами. В подсобных помещениях оголенная проводка и горы легко воспламеняющегося хлама. Именно из-за этих нарушений три недели назад уволили директора. Тут было вказано, как недолики, захорашенность. Было прибрано, вывезено предметы, которые не могли бы быть в подвале. В городском управлении образования заявлением спасателей о закрытии школ номер 4 и 18 удивлены. Мол, перед первым сентября существенных замечаний не было. То есть на 1 сентября служба ДСНСС подписала нам эти акты. И на тот момент зауважений у нас не было. Действительно, после трагедии в Одессе были переверены и управлением освятии, и соответствующими службами. Додатково все заклады освяти, мы также выявили певные порушения в закладах освяти. Сейчас в судах управление образования просит дать время до лета, чтобы учебные заведения смогли устранить нарушения. Даже обещают в бюджет следующего года заложить необходимые деньги на установку противопожарной сигнализации, ремонт гидрантов и закупку огнетушителей. Андрей Кровец, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кропивницкий.